Дядя Вадя едет. Уазик весь покрылся инеем. Абсолютно весь. Сегодня минус 30 градусов и мы с дядей Вадей и дядей Васей отправляемся на дальний кордон на Рыбалково. Дядя Вадя, здорово! Салон, здрасьте! А что, дядя Вася? Успал, да? Ага, тогда мы значит едем на рыбалку с дядей Вадей вдвоем. Денис тоже дома оставился, траванулся чуток. Вот, ну, в общем, все, да? Поконим? С Михасиком и с Бубочкой. Да и с Бубочкой. Бубочка вон все заведенела. Вон, ничего не видно в окнах. Весь, вот такое вот. С Михасиком мы едем. С Михасиком мы едем. Я тоже еду на рыбалку больную. Да, вот такой минус 30. Вот почему многие не хотят в эту погоду ехать. Ну, ничего не видно. Вот такая вот рыбалка. Три часа ночи на рыбалку. Вот по такой вот дорожке. Сколько тут буртик? Метров метр, да? Ну да. Красота. Дорога в одну машину. Не разъехаться. Разъездов нету. Трактор поедет, вообще не разъехаться. Ну, сама по себе дорога неплохая. Ентофакт. Ентофакт, а не реклама. Девиз Одесса. Мама. На-на-на. На-на-на. Хе-хе-хе. О, разъезд ты смотри. Есть. Карманчик. Маленький распихали. В общем, мы добрались до места. О, зазевали. Вон он. Я добрался. А вот он я. На речке, судя по всему, наверное, минус 35. По крайней мере, пока. Пока дошел, камера сдохла. Батарея, точнее. Хотя была полностью заряжена. То есть, видимо, очень чувствительная. Место я разбулил, расчистил. Сейчас, как всегда, устанавливаю палатку. Но, наверное, сильно рассосоливаться не буду на улице. Потому что все мерзнет. Вот, аппаратуру жалко. В общем, делаю максимально все быстро. И прячемся в тепло. А у меня все замерзло в носу. И ничего не вытекает. А так бы последние мозги вытекли тоже. В чем-то плюс морозов. Хоть мозги не вытекают через нос. Все замерзает и хорошо. хорошо! Ооооо! в общем я шмель разжигаю, дядя Вадя вон там уже тоже спит, говорит все спокойной ночи всем, камеру в палатку убирают, что-то холодно, провода уже прям не гнутся даже, опасно, боюсь я за новую камеру, шмель со второго раза раскачегарил, только холодно, не хочет гореть, здесь мы ожидаем поймать езя, сига, скорее всего еще может быть поймать, можно будет здесь, и в редких случаях попадается хариус, поэтому поставлю сегодня наверное мормышки крупные, нимфы не буду ставить, вот такая вот фосфорная мормышка будет сверху и нижний крючок на червячка, ого парыши замерзли, в кармане замерзли, представляете, дубовые, вот это мороз, может быть больше 35, потому что из лунок вот идет даже пар, стоит шмель, а все равно парит, вот что я вам и говорил, мы могли выехать в 30, а пришло скорее всего больше, пришел мороз, поэтому довольно таки такие рыбалки на дальняк, тем более ехать опасно, чреватые, ну будем надеяться все у нас нормально будет, днем потеплеет, так время 6, как раз вот на часах видно, 6 часов, нормально, учитывая, что далеко, все хорошо, укладываемся, хотя бы все-таки, конечно надо бы на полчасика бы пораньше, что имеем, то имеем, черви тоже какие-то вареные, все в карманах было, но черви живые, не замерзли, что имеем, еще раз говорю, то имеем, опускаем, о, замерзла лунка, вот это да, вот это прикол, порыбачим, я чувствую сегодня, глубина здесь почти 4 метра, так что ожидаем в основном крупную рыбу, а там что будет, то будет, все увидим, на этой удочке тоже все, все то же самое, мормышка фосфорная с большим крючком, сейчас на нее также опарыши цепляем, опарыши отогреть, конечно надо, это не дело, вот поклевка, ребята, поклевка, я тащу что-то, опаясь, ребята, смотрите какой езер, вот это да, только удочку поставил, ребята, смотрите какой езер, вообще кабан, не знаю, почти под килограмм, вот это да, класс, начало, я прям радуюсь, как ребенок, класс, в лунку шел тяжело, у меня бурно 110, класс, адреналин по крови пошел, аж потряхивает чуть-чуть, нормально, сейчас, значит, сюда powerbank засунул, чтобы у меня заряд не кончился, и установлю сейчас камеру на поклевку вам, чтобы более или менее красиво все выглядело, вот, да и мне будет легче, что-то раздернул, все есть, ребята, есть еще один есть, уху, какие здоровые ези, круто, я уже двух езей поймал, вон они, здоровяки еще такие, прям угу-гу, но второй что-то вяло клевал поначалу, сначала на одну дернул, потом на вторую, потом опять на ту, на которую первую на червя взял, так что я червя не даром сегодня не делал, не зря, все устанавливаю опять камеру. Соседи, вороги ходили медведи? не делали, к вам пошли только что, ну шо, нормально, у тебя че? а вообще ноль, даже не дергается ничего, ну жди че, жду ничего, я че. Поклевочка была. А я чай пил, сидел. Классика жанра. Ну давай, повторишь, нет. Ох ты, какой здоровый, ребята. Вообще здоровый. Самый большой за сегодня. Хо-хо-хо, вот такой кабанищий, красавчик. Вот это дал. Опять удача улыбнулась мне. Еще одного езя поймал, еще крупнее, чем предыдущие. Вон, смотрите какой. Это точно килограмм весит, если не больше. Тащился еле-еле, а клевал слабо-слабо. Как раз во время чаепития, вон я чай решил попить. Будем надеяться, что еще кто-нибудь клюнет за сегодня. Матушка Печора одарит нас рыбой. Будем надеяться, что-то еще не много. Вон, если это так, что повесить, расплываю. Смотрим, что пора-слабо-слабо. Что после полиции с баэлт, живи в литве! Матушка Печора, зарплывайся, стартой курины, Матушка Печора, не-то 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 не-то. Матушка Печора, ты 움 lays так дляuga. А ты-то не зря. Я приют. Звонок, я там повесил. Провороню. Может повторить? А ну, провороню! Так, давай, сильный тут не открывай. Не знаю. Где-то звякнуло, а какой? Не знаю. Или это мне казалось. Да нет, я тоже слышал. Ладно, жди. Пойду я сало кипятить. О, я какой-то. Ого, конечно. Ты на такую глубину сел, а мне там шелестперов подогнал. По метеорию еще неизвестно, что будет дальше. Десять может Харис взять. Ну, уже хватит. Опа, есть, ребята, еще один. Вот такой есть. Красавчик. Ну, матушка, давай еще обрадуй с поклевочкой. Ух, хорошо. Что-то там у дяди Вады случилось. Надо пойти посмотреть. Вот у меня уже четыре рыбки. Погодка прям огонь. Красотища, кругло. О, что-то тут говорю, говорит. Говори, говорю, говорит. В лунку не влез. Кто? Ну, я знаю, кто он. Езяра, наверное, крупный. Наверное, еле пер. Дядя Вадя тоже езя, он поймал одного. Один говорит, в лунку не влез. В палатке даже не прогревается никак. Мороз капитальный давит. Я что-то боюсь, что как бы еще сильно не задавил. В палатке со шмелем пара за рта валит. Класс вообще. Опа, оторвался в лунке. Упался. Вот такой вот. Повезло. Еще один езер попался. Вот это сегодня рыбалка, смотрите. О, на нем пиявка. Вот это да. Я прям доволен, прям не знаю. Орать хочется и нельзя орать. Ясь рыба капризная. Смотри, что, один за одним. Вот это да. Круто как. Еще один. Ну что там, где Дядя Вадя? Ты не поверишь. Верю, ты не поверишь. Три подряд, бац. Видал, прям три подряд. Видишь, как тебе хорошо. Ну на ту одну удочку, ближе к тебе, которую. О, так я сейчас тут рядом пробурю. Бенч, 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 бенч. Ну вообще тишина. Вообще. Хочешь бури рядом, но хотя бы не вне. Нет. Как ты говоришь, я вон там чуть дальше. Чуть-чуть дальше он туда. Ну метров 10 пускай отойди. 20 не отходи, десяток отойди. Я сейчас чисто такой, чтобы согреться. Ноги за мозгами не будут. Че ты там? Шо я там, шо я там? Ну не там я тут. О, здравствуйте. Что там случилось у тебя? Да не клюет никто. А тут клюет? А тут сейчас, да. О, она мне позвонила. Сказала, родунов. О, дядя Ваня, тебя пошел подарок. Фу, иди я тебя приголублю. Все, я пришел. О, я уже силов. Так салов, говорю, похавай. Так сейчас же, ну. Знатоки сала, они же просаленные знатоки, говорят, что пару бутербродов и пару шматов сала решают все вопросы. Нет. Нет? Нет. Его надо чаем горячим запить обязательно. Ну, да. Значит, пошлить начнем. Термос-то есть у нас? Термос есть. Термос уазик с лесным чайком-то. О, ты че? Знаешь, какая силища? В общем, как вы все поняли, дядя Вадя, быстро решил переметнуться с места на место. О, не понял. И наловить кучу рыбов. У тебя, значит, там рыба клевала, пока ты лазил. И запутал тебя. Ты, говоришь, не клюет. Те, говорю, на месте бы сидел, балуешься, все носишься туда-сюда. Так всю рыбу профукаешь. Ну, че там наловил? Ну, тебя снил. О, наконец-то рыбу поймал. Покажи свой радостный физиономик. Смотри, какой хороший результат для первого раза в жизни. Дядя Сережа, между прочим, первый раз в жизни одного всего поймал. Со шмелем. Вот. А ты? А у нас сало, видишь, прям растет на нитках. А ты? О, у вас есть сало. Конечно. Тогда мы уже тут. Нет. Че, заходи или че? Нет, ты мне сало выдавая, я пошел. А, да кной тебе мешок сало. Хомячить. Иди, хомячить. В тепле. Давай, иди. Это вы тут закаленные. Какие-то все. Во. Все, давай, удачки еще тебе. Не хочу вот. Да, сейчас сало, главное, нажраться. А я вон бутики сейчас покушаю. Надо подкрепиться. В 2 часа дня сегодня подъем был. Ой, точнее, ночью. Уже кустя ход. У меня уже вон 7 визе, ребята. Да и здоровые какие. Один прям вон. Этот точно за килограмм. Дружище пролетел. А так, такие 800 граммовики где-то. Как говорит дядя Вадя, уже домой можно ехать. Но мы еще посидим. Музыка. 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 Все, я перебурился. Сейчас потихоньку буду все переносить. Музыка. アーバ p Of 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 wondering może loop. Я перебурился. Ну что, поймал? Нет. Да я вообще что-то думаю-думаю. А сейчас поймал? Зря даже, кажется, мы пересели. Опять зря. Ну а что, у нас время без клёвия пошло просто. Сейчас ты хоть что сделай, она не будет ловиться. Может залёт на какая-то что-то где-то клюнет. Видишь, харюза нету, харюз не клюёт. Был бы здесь харюз, он может быть ещё бы взял. С 10 до 11 где-то. А сейчас хреново знаю, что тут будет, что не будет. Сига нету, сиг походу. Сига походу ясь выгнал. Хе-хе, гиршака поймал. Сига походу ясь выгнал. Хе-хе, какой здоровый. Ну вот, можно сказать, уже не зря перебурился. Ершак и ясь ещё в копилочку. О, ну какой. Здоровый, тоже, наверное, под килограмм. Что, пойдём до дяди Ваде дойдём. Посмотрим, что там у него. Что-то он там кричал. Ты меня снимаешь? Нет, езя. Азн езен. Он? Язн. Ааа. У меня такой же где-то прилетел. Я тоже езя поймал. И у него полный рот моей каши. Просто полный рот каши. Ел кашу, стоял внизу. Всё? Сенечка прилетит. За кой? А вот. Это хорюзок. Да вы шо? Разбирается он. А что у него губы вот там? Да вот того у него губы. Это хорюзок. Ну так ещё лучше. А то сик-сик. Да какая разница, они по вкусу одинаковые. Ну конечно. Расскажи сейчас ещё. Да мне что, хорюзок. Ты сейчас такое рассказываешь, тебе в комментариях застрелюсь. Да. Застрелюсь. Не хорюзок будет им хорошо. У тебя не хочется потрогать тогда. Когда у них кончатся патроны, они перекуют свои мечи на орала и прекратят заниматься всякой чешуёй. Не буду стремиться к добру. Не, а рыбалочка вообще нормально, да? Да вообще красота. Так нет, нет, как прилетит, прилетит, да? Такие ези здоровые. Я прям радуюсь сам. Красота. Ещё и вон хорюзок прилетел дяде Ваде. Пойду я тоже своего караулить хорюзка. Глядишь, может и мне что-нибудь прилетит. Может сижок ещё попадётся. Что, клюёт? Ага. Идёт тебе. О, клюёт. Кто-то звонил. Кто-то звонил же. Вадя. У меня клюнуло. Вот он, ёршик, да? Что ли, или нет? Точно. Ёршик попался. Вот это тебе визит. Ещё и зазвонил, представляешь, какой... Сейчас опять начнётся, значит. Какой силач. Смог позвонить. Ну что, Вадя, ещё сейчас возьмём штучки по две, по три. И нормуль, вообще, день удастся. Конечно. Пошла, Ваня, пришла, стопа. Что, тащишь? Ну, конечно. Не лазит, собака. Давай тяни. Ну не лезет он, гад. Тяни давай. Так, о, о, вошёл ствол. Ваня, ствол вошёл, Ваня. Вот он уже дома, Ваня. Хватай рукой. Ну. Чё там? Язик. Ну-ка, покажь. О, нормально. Молодец. А где же мой-то язик? Я чё, третий раз просто так, что ли, перебурился? Эй, Ёрша, мне как-то и не очень-то и надо было. В общем, какой-то глюк у меня с камеры произошёл. Пока этот глюк был, сига поймал. И двух езей. И дядя Вадя, по-моему, то ли двух, то ли трёх поймал. Вот. Сейчас ещё немножко поснимаю. Но, скорее всего, недолго, потому что, по-моему, Powerbank замёрз. Сильно холодно. Вот. И заряд ушёл в никуда. Может быть, ещё что-нибудь засниму. О, поклёвка. Опа, есть, есть. Ещё одного взял. Ребят, камера опять у меня выключается потихоньку. Буду я её тушить, чтобы хотя бы с вами попрощаться, да показать весь улов. Мы ещё часик порыбачим, и уже, в принципе, темнеть начнёт. Всё, рыбалочка подошла к завершению. Настроение отличное. Рыбы наловились с дядей Ваде целую гору. Он тоже, он довольный. Вот это дядя Вадя на лов. Представляете, сколько он одербанил. Хорюзок, а остальное всё ясь. И хорошие ведь ези. Дядя Вадя, молодец. Молодец? Молодец. Молодец. Вообще не могу. А сейчас покажу, что я поймал. Вот это моё. Один сик и 12 езей. Ну, ещё и два ерша, вот это коту. Считаю, вообще сегодня просто шикарно. О, оф. Мороз. А рыба долбит. Ну, как, в принципе, и всегда. Она клюёт, но некомфортно. Но мы сегодня решили, дядя Ваде, ехать всё равно рыбу ловить. Может быть, бы и подольше поснимал. Не все поклёвки замечены были. Что мои, что дядя Вадяны, как говорится, рыбёшки. Потому что под конец вырубаться стала камера. Я её подзарядил, убрал в карман, хотя бы, чтобы подытожить. Показать вам улов, попрощаться с вами. Поэтому давайте, ребята, прощаться будем. Сборы мы не будем показывать. Дорогу там обратную. Всё это уже не хватит батарейки. Желаю вам всем счастья. Здоровья, мира в дом. И будь добру. Добру быть. Всё, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok